Смотрела, как давно у тебя была, оказывается. Все некогда. Конец марта. Вот второй, что ли. Пусть сломался у меня там. А что делать-то будем? Это мы как-то самое покрасим. А мы глянцевые делали или матовые? Глянцевые вроде, да, делали? Ой, я же не знаю, посмотри-ка. Ну вот я просто на топ посмотрю. А топ быстро стерся, нет? Он вот не блестит, я смотрю. Не знаю. Они такие яркие до сих пор. Если бы они не отросли, они, мне кажется, прям замечательные. Так ладно, что делать-то будем? Сейчас это, как вы сами. Меня на море никто не везет. Можно просто, ну, беспалим тоже какие-нибудь такие. Яркие. Яркие, да, вот мне хочется. Я просто искала что-нибудь на беленьком. Вот на белом просто тоже так нежно смотрится, да? Какие яркие пятнышки. А что-то ничего не нашла там, чтобы тебе показать. Понятно. Клиентка не нашла, что мне показать из дизайнов. И очень хорошо, значит, флаг мне в руки. Значит, я могу делать на свое усмотрение. Только мне задали направление сделать что-то яркое. Всем привет. Покажу, что я сегодня делала. У клиентки плохо всегда носится покрытие. Оно покоцанное по краям. Есть клиенты, которые как-то аккуратно носят. Но вот у этой постоянно сломы, трещины. Поэтому здесь ни о каком тонком покрытии речи не идет. Я бы здесь еще полигелем укрепила. Но, к сожалению, много времени потратила на обработку ногтей, на маникюр. Примерно полтора месяца назад она у меня была. Все здесь так хорошо наросло в плане путикулы. Поднимаю и выворачиваю ее хорошенечко фрезой торнадо. Даже стараюсь как-то ее подрезать для того, чтобы срезать потом шариком. Magic Beats. Но, к сожалению, его хватает все-таки даже на 10 клиентов. Не хватает, если делать им только аппаратный маникюр. Он уже начинает заглаживать. Вот как сейчас. Я тут, конечно, видео ускорила в 5 раз. И вам кажется, что он срезает кожу. Но нет. Он просто ее заглаживал. Мне пришлось, в конце концов, взять ножницы и срезать то, что он никак не мог спилить. Поэтому, вот, пожалуйста, я провела эксперимент. Засекла, насколько клиентов хватает этого шарика. Конечно, я думала, что больше у меня клиентов пройдет через этот шарик. Ультразвуковая мойка у меня новая. Недавно ее купила. Поэтому, если есть предположение, что просто шарик забился, нет. Ничего подобного. Он вычищается хорошо. Итак, я бы сделала здесь полигель. Но, так как много времени потратила на обратную подкутикулу, взяла просто гель и делаю без опила. Опила у меня много времени занимает. Потом пылищу эту вытирать для съемок. В общем, дольше. И выбрала я технологию с гелем. Сначала я укрепила свободный край. Сделала толщину. Очень тщательно промазала около боковых валиков. Именно там у нее сколы и трещины. В общем, сделала укрепление такое дополнительное. И сверху еще раз выравнивание. Здесь у меня молочный гель от Агент Нейл, который почти белый. Создалась толщина на свободном крае. Но я ее в конце выпилю просто пилочкой и все. И фрезой. В процессе работы я продумывала дизайн. Что же такое сделать яркого? Мне нравятся градиенты. Есть у меня к этому склонность. Поэтому решила сделать ей молочный градиент. Но сверху буду использовать не молочный гель, а желтый гель. В общем, он делается так. Сначала делается растяжка каким-нибудь неоновым гель-лаком сверху. Потом делается растяжка другим неоновым гель-лаком снизу. Пинцет дебейки у меня здесь. Это обратный пинцет с коротенькими ручками, который лезет в лампу. Очень часто я его использую. И взяла от Агент Нейл гель желтый. И делаю вот им сверху еще градиент. Таким образом у меня здесь укрепление получилось просто сумасшедшее. Но надеюсь, что стройка, которая идет сейчас у клиентки, не поломает эти ногти. Ну, конечно, смотря сколько она их будет носить. Если клиент не сопротивляется, то градиент я стараюсь всегда покрыть какими-нибудь блестками или эффектами. Потому что из-за этого градиент становится более равномерный. Ну, а так как здесь клиентки было не принципиально, то, конечно, я же использовала блестки для плавности перехода. Был все, что будет. Так, этот один сломался. Топ нормально вроде наносился. Так, где фокусировок это я? Так, здесь один сломался. Один сломался. Да, это еще два. Вот эти все отвалились. Надо же вообще безобразие. О, да. А что это у вас все отвалилось-то? Что вы делали-то? Картошку копали? Нет. А что? Не знаю. Все отвалилось. Может, из-за длины то, что такая длинная? Да? Угу. Нет, вы, наверное, что-то делали. Может быть. А что? Может, к пасхе-то окнам или то еще чего. О, там вообще. У ребенка кровать неудобно и плед застилать. Что? У ребенка кровать неудобно и плед застилать. Ну, может, надо просто расстаться надо. О, оно вообще понятно. Это не мастер виноват. Вот так. Вот так. Когда клиент приходит со сломанными ногтями, мастер должен выпытывать и вытягивать из клиента сведения. При каких обстоятельствах он сломал ногти, чтобы клиент проговорил сие и осознал, что это не мастер виноват. Рубрика вредных советов. Итак, здесь я наращивала, вернее, уже нарастила ногти на верхней форме. Сначала я тоненький крашик на верхней форме нарастила, заполимеризовала и потом еще раз ложе. Таким образом, наращенный гель не стал затекать под ноготь. Правда, видео уже перешло на другой момент, где у меня неудачно приклеился шаблон. А как оказалось, на запиленную поверхность шаблон не приклеивается, потому что запиленная поверхность по умолчанию неровная. А шаблончики идеально приклеиваются только к ровной поверхности. И там, где неровность получается от спила или бороздок, от пилки или от фрезы, как в данном случае, туда гель-лак затек у меня. Конечно, я могла тут и поверх этих ногтей базы пройтись и еще раз наклеить трафареты. Но дело в том, что здесь ногти сами по себе выпуклые от природы. И я не хотела делать их выпуклее еще. Здесь моя задача была сделать их как можно потоньше, при этом чтобы они носибельные были. Телеграм думали, что вы не придете. А я? Да. Почему? А потому что на WhatsApp написали «Здравствуйте» и «Молчите». А вы не отвечаете? А что я буду отвечать, если вы даже ничего не написали? Здравствуйте и все. И тишина. Хоть бы написали, что это, что вам надо. Я у знакомы дела, просто ваш номер телефона. Я еще написала. Да кто ж так не навязывается-то пишите «Здравствуйте» и «Молчи». Я тоже не знаю. Я написала, может быть, записаться на локте. Может, не вам написала просто. Так написали не только с вашего аккаунта, там еще с двух аккаунтов точно так. Здравствуйте. Кто ж так пишет-то? Я. Очень плохо вы пишете. Ну, как есть. Вот я вам объясняю, что надо написать, что хотя бы что вы хотите от человека-то? Что он вам должен вытягивать из вас, что ли, силой? Так же не делается. Ну, написали бы «Здравствуйте». Я ответила в «Телеграмм» «Здравствуй». Мне тебе не ответили. Я в «Телеграмм» и «Ватсап» писала. Дело в том, что вы одновременно все написали, и я думала, что это один и тот же человек. Так. Вот это, по-моему, что-то покрасивое у вас. Вот это у меня шрам с детства. Мне его обрезают, получается, ну, когда до этого я делала. У девочки 4 года. Она мне вот так под корень убирает и наращивает, получается, что он прям, потому что у меня сворачивается еще хуже. А чего она вас вам в этот раз... Пять лет дверью прищемили. А в этот раз, ну, все, я от нее ушла просто, и все. Ага. Понятно. Будем делать то, что вы мне скинули. Да, да, да. Я бы не скинула, а, скидывала, да. А вашу маму, вашу маму не Машу зовут? А я не отсюда, не местная. Ну, местная у меня муж здесь. Нет, мне мама Света. Понятно. Значит, рассказываю историю. Вы же любите истории? Вот как раз сегодня одна такая поспела. Сначала предыстория, очень далекая. Перед Новым годом ко мне записалась моя постоянная клиентка, школьница. До этого мы ей делали-делали ногти, все было нормально. Но кто-то меня дернул за язык сказать в одном из видео, что у нее взлетные ногти. Там не критично взлетные ногти слегка. И, видимо, я просто сказала, что если уж делать совсем идеальные ногти, то вот эти взлетные надо корректировать. Но дело в том, что сейчас я смотрю и никто, вернее, как сказать, не корректирует. Даже если немножко взлетные и немножко клюющие, если сделать красиво, аккуратно, то можно не корректировать, если все равно в общем плане выглядит красиво. То есть сейчас люди стали уже отходить от академических форм. Вот как раньше, там миндаль должен быть такой, квадрат должен быть такой. Нет, сейчас и слим форма, и каких только форм нет. И вот, значит, эта девочка, видимо, услышала то, что я в том видео сказала, там, значит, взлетные ногти надо исправлять. И перед Новым годом мне вывозит, что давайте взлетные исправим. А вы знаете, что проще поднять клюющий ноготь, вот как в этой работе. То есть наложить материал поверх уже существующего свободного края и лишнее потом выпилить снизу. Это проще, чем взлетные ногти исправлять. Потому что взлетные ногти там только спиливать нафиг свободный край и делать перенаращивание. А я корректирую, я просто добавляю бугорок около кутикулы, так, чтобы этих взлетных ногтей как бы не было видно. Ну, такой чисто визуальный эффект я вот так делаю. Потому что нафиг перенаращивание, ну, мучиться с этим. Сейчас нету этих академических требований уже. И вот эта девочка перед Новым годом мне вывозит, что давай-ка ей корректируй. Она ко мне ходила года полтора, наверное, все ее устраивало. Но тут аккурат перед Новым годом, когда я уже была замучена, когда клиенты шли каждый день без выходных, я работала, помню, я уже на последних силах думала, лишь бы допилить, лишь бы не заболеть перед Новым годом, потому что мне нужно доделать этих клиентов. И я уже чувствую, что у меня уже не хватает сил на это. И я, видимо, на нервах, что ли, ей сказал, что я вам это сделать не смогу. Давайте тогда мы спилим ногти, а вы идите туда, где вам это сделают. И после этого события мне поступил на WhatsApp звонок групповой от незнакомых лиц. Я взяла труп, видеозвонок. Там было человек 5-6 примерно. И лица у этих людей были скрыты. Кто-то капюшоном лицо себе закрыл, кто-то просто не сидел перед камерой, там были видны руки, свитер, но лиц не было видно. И они молчали все. Там какие-то звуки. То есть, я думаю, странно, может быть, ошиблись номером. Я сбросила. Таких звонков было прям несколько. Вот они делают эти видеозвонки. Сами ничего. Я-то им говорю, алло, алло, что вы хотели. А они молчат. Все, главное, молчат. То есть, я понимаю, что разводят конкретно меня. То есть, они-то все сидят в курсе, потому что они все молчат. Разговариваю я одна. И лиц у них нет. Я начала заходить на аватарки, смотреть, кто же там мне звонит. Все были там подростки, школьники. Поэтому я связала этот звонок вот с этой девочкой. Хотя это не факт, что они были как-то связаны. И это я просто предположила, что ветер оттуда дует. Но это совсем не факт, что они связаны. Ну, потому что до этого мне никакие подростки не звонили. У меня не было такого. А тут просто такая вот неприятная ситуация произошла. И раз, вот этот звонок. И я внимательно вглядывалась в эти лица. И я вот помню, что я вот запомнила. Одно из лиц, вот девочки, подростка. Прямо оно мне как-то вот в память въелось. И все. И снова года прошло некоторое время. И тут на днях мне приходит смс-ка в WhatsApp. Здравствуйте. И больше ничего. Я на такие сообщения не реагирую. Потому что всякое бывает, знаете, и ВКонтакте, особенно. Там спамеры взламывают страницы. Потом пишут с этих страниц всякую ерунду. И вообще, зачем я буду дальше у человека выпытывать, что он поздоровался-то. Но если человеку что-то надо, он должен сам говорить. Если он сам к тебе постучался. Вот представьте, к вам в дом кто-то постучался. Вы открываете ему дверь. А он стоит и молчит. А ты, ну, то есть понятная ситуация, да? Вот. Здравствуйте. И молчат. Я не реагирую. Я забыла. Через какое-то время. Вернее, вот эти две смс-ки уже от другого номера. Тоже здравствуйте. И тоже молчат. Но только от другой аватарки. Думаю, странно. Тоже не реагирую. И тут же, примерно в это же время, в Телеграм тоже самое. Здравствуйте. Тоже молчат. Ну, согласитесь, странное совпадение. Потому что до этого как-то вот в одно время никто мне вот так вот не писал. Мару, сиди отсюда, я важную историю рассказываю, интересную сказку на ночь. Вот. И через какое-то время, ну, то есть я не отреагировала на эти три сообщения. Через какое-то время мне звонит сразу человек. Там вот я новенько записаться. Я говорю, напишите мне на WhatsApp, потому что журнал записей у меня не под рукой. И вот когда я попаду домой, когда я увижу журнал своих записей, я скажу вам «Свободные дни». Она говорит, хорошо. И раз, ну, вот WhatsApp, значит, точку прислала. Опять же, ну, зачем точку? Ну, напиши-то. Я вот хочу записаться на маникюр. И я смотрю, вот эта вот точка, она как раз с того аккаунта, с которого вот писали «Здравствуйте». Я начала всматриваться в эту, в аватарку-то. И мне вот это вот лицо прямо, я не знаю, я могу опять что-то путать. Но я вот как-то очень процентов на 50 уверена, что был звонок, когда вот от подростков с этого лица. Я могу путать. Я повторяю, что ну, как-то мне вот это лицо запомнилось. Я создала запись, все, но сама сижу утром и сомневаюсь, придет она или нет. Я прямо вот процентов на 50 тоже была уверена, что она не придет. Я ждала какого-то подвоха, какого-то развода. Но нет, она пришла, и я удивилась. И поэтому я с ней начала разговаривать вот об этом, что она как-то странно записалась, что зачем же писать «Здравствуйте» и молчать, если ты хочешь записаться на маникюр. И если ты постучался к человеку, то ты так и скажи, что ты от него ждешь. Зачем вот такие вот молчанки-то я не понимаю. Ну, то есть слово за словом мы выяснили. Она говорит, что она в других аккаунтах не писала, вот только с одного. Ну, ладно, хорошо, мы выяснили там, что действительно она пришла от другого клиента, кого конкретно она звала, что вроде бы действительно как по рекомендации человек пришел. Ну, и в моем разговоре с ней-то было понятно, что я ей даю понять, что так не дело записываться. Что если вы хотите попасть к мастеру, вообще не к мастеру, а просто если вы кому-то что-то пишете, сразу пишите ему дело. А то вот некоторые, знаете, напишут с таким вопросом. Здравствуйте, а можно вас спросить? Девочки, никогда так не обращайтесь никому. Здравствуйте, а можно вас спросить? Я на такие сообщения тоже не отвечаю. Если вы что-то хотите спросить, не спрашивайте разрешения, просто спрашивайте. Вот, ну, понятно, да? Так, мысль потеряла я. Ну, так вот, скинула я этот разговор в Телеграм, и меня там начали ругать, как я плохо разговариваю с клиентом. А почему же я плохо разговариваю с клиентом? Я человеку объясняю, что так не делается. Я вам объяснила, и стала я ей объяснять, чтобы она впредь на всякий случай так не делала. Я считаю, что так не надо делать. Хотя есть мнение, что наоборот надо так делать. В том же Телеграм мне написали, что основательница Мэри Кэйш, что ли, советовала то ли мастерам, то ли клиентам именно так обращаться. Здравствуйте. И молчать. То есть, если человек доброжелательный, он вам доброжелательно ответит, и вы тогда поймете, ага, с этим человеком можно сварить кашу, можно дальше общаться. То есть, это такая своеобразная проверочка. Но я считаю, что проверочка эта дурацкая, потому что человек может быть вежливый, обходительный и добрый, а как мастер он может быть не очень. И наоборот, есть талантливые, гениальные люди, делают они свою работу отлично, вот им именно работу можно доверить, но при этом характеру человека может быть говно. Потому что над характером, над своим, человек тоже должен работать, а он, например, всю свою силу, всю свою энергию бросил на развитие своего мастерства, например. И забыл о том, что своего внутреннего человека тоже надо тренировать, поэтому у него может быть характер такой дерьмовый, это я, например, говорю. Так вот, отругали меня там в телеграм, там, и я даже заблокировала несколько человек, потому что написали, ах, какая я плохая, клиентоориентированность. Кстати, про клиентоориентированность тоже можно побеседовать и порассуждать, что это такое клиентоориентированность. И кому оно надо, потому что не всем мастерам нужна эта клиентоориентированность. Об этом можно другую тему снять, рассказать. В общем, на всей этой канители мне стало интересно, а чего же тогда хотели от меня те другие девочки, которые тоже мне писали «Здравствуйте» и молчали. Одной из них, вернее, им я написала одной WhatsApp, другой Telegram, я говорю «Здравствуйте, а чего вы хотели?» Та, которая на WhatsApp, она по странному стечению обстоятельств тоже, оказывается, на маникюр захотела. Ну, странно же, согласитесь, какие-то странные стечения обстоятельств, что сразу три человека и почему-то сразу тоже на маникюр. Нет, та, которая в Telegram, она вообще удалилась потом. То ли меня она заблокировала, потому что этого сообщения я больше не нашла. А на WhatsApp, на маникюр. И я ей тоже начала вот это вот писать. Я говорю «Что же вы так странно записываетесь на маникюр, что я должна из вас выбивать, что ли?» «Что вы от меня хотите?» Скрины этого общения я скинула в Telegram. Она меня, кстати, там намекала на то, что у меня там с головой проблемы, что типа «Идите лечитесь, выздоравливайте». Я вот эти скрины скинула в Telegram. Я думаю, может, я что не понимаю. Ну, люди в Telegram со мной согласны. Очень много пользователей пишут, что тоже не отвечают на такие сообщения, когда просто «Здравствуйте». Вот, и я ей скидываю. Я говорю «Вот, пожалуйста». Я говорю «Так что тут вопрос не ко мне, что лечиться-то не мне». Короче, мы вот с этой пользовательницей беседовали весь вечер. Но она оказалась такая приятная девушка. Даже комплиментов насыпала мне кулек в конце. Ну, в общем, разговор закончился очень хорошо. Да, ну и этой клиентке вроде бы моя работа тоже понравилась. Правда, тяжеловато мне было. Бугрей Татьяну я вспомнила сто раз, пока работала. У нас же снег выпал. У нас отключили отопление. Холодно в кабинете. И буграми этот гель ложился. Одни бугры. Я замучилась его выравнивать. Потом выпиливать, спиливать эти все бугры. Вот. Поэтому долго было. Обычно я два с половиной часа сижу. Тут к трем часам время подходило. Ну, в общем, как-то я справилась. Вроде бы клиентке побраться. Вот такая вот история занимательная. Надеюсь, вам было интересно. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...